Юганск-Север одна из немногих компаний, которая успешно решает не только текущие, но и самые сложные вопросы проблемных домов. Один из таких многоквартирников – 8 дом 15 микрорайона. 11 лет назад его приняли с огромными дефектами. Подолгу не было воды, пропадало отопление, не работал лифт. Даже не представляете, когда мы заехали, не было воды горячей, и мы ждали по полчаса, когда она до нас дойдет. Они поставили насосы, которые стали дотягивать, и выше, так как мы живем на шестом этаже, сдали дом вообще без лифта. И мне приходилось с коляской с шестого этажа спускаться с ребенком внутри. И это решало управляющая компания, легло на их плечи. Вот эта площадка 11 лет назад выглядела совершенно иначе. Вместо нынешних пластиковых конструкций стояли допотопные металлические, которые в первую очередь небезопасны. Возле соседнего дома, который обслуживает другая управляющая компания, до сих пор такая железная горка. Наши вот эти изначально были старые, такие железные, но мы все заменили на новые, на безопасные, соответственно, и вид красивый. На сегодняшний день ведем работу соседней управляющей компании. Все же заменить те малоархитектурные формы и огородили, чтобы не представляло опасность для детей. Этот двор мог стать одним из самых уютных в городе. Год назад директор Юганск-Севера загорелся идеей благоустроить территорию дома по программе «Комфортная среда». Участок бы заасфальтировали, сделали хорошее освещение и отличную площадку не только с качелями для детей, но и тренажерами для взрослых. Причем жители не потратили бы на это ни копейки. Необходимый взнос на тот момент всего лишь 5% компенсировала арендная плата. В рамках данного проекта все эти вопросы можно было решить комплексно. Не только освещение отдельно взятое, не только асфальтирование. И при этом надо учесть, что придомовая территория – это в первую очередь частная территория, то есть принадлежит собственникам. И была отличная возможность воспользоваться помощью государства. Управляющая компания, затем и департамент ЖКХ провели огромную работу, сделали серьезный проект. Людям осталось только проголосовать. Но, увы, большая часть жителей проявили пассивность. Сейчас войти в программу «Комфортная среда» намного сложнее. И соучастие в ней уже не 5%, а 20%. Тем не менее, проблемы нужно решать, хотя это будет и дольше, и дороже. В летний период будут выполнены работы по устройству дренажного лотка с целью отвода воды с придомовой территории. Также будет полная модернизация системы освещения в местах общего пользования с установкой светодиодов, светильников. Отдельно проработаем вопрос по опорам освещения, которые с момента сдачи дома в эксплуатацию никогда не работали. В этом году в доме провели плановый ремонт. Подъезды побелили, покрасили, причем цвет стен выбирали сами жители. Установили видеонаблюдение. До конца года отреставрируют напольную плитку. Жители отмечают оперативность, с которой Юганск-Север реагирует на их заявки. Я считаю, что начальник управляющей компании человек ответственный, и люди у него работают такие же ответственные. В подъездах чисто всегда, уборщица работает, убирается хлоркой, тепло. Я не знаю, прекрасная компания. Мы в том году замерзали. Вот вообще у нас получается самая крайняя квартира, ну, боковая. И мы замерзали, и нашу, как бы, проблему эту решили. Как и в любом доме, не обходится без хулиганства. Частенько в подъездах приходится менять то лампочки, то стекла. Коллектив доброжелательной управляющей компании. Если сравнить с другими, где, допустим, у меня там живут дочь, родители, то там намного хуже ситуация. Юганск-Север – одна из немногих обслуживающих организаций, которая тесно общается с жителями, причем не только по поводу решения коммунальных вопросов. Уже традиционными стали праздники, которые управляющая компания организует во дворе. День защиты детей, Новый год, День соседа. У жильцов есть возможность и познакомиться, и подружиться. Инна Новикова, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания, Юганск.